Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы вновь в эфире. Исполняется 74 года со дня начала знаменитой Яско-Кишнёвской операции. Поэтому в связи с этим днём мы пригласили на нашу передачу «Непридуманная история» известного молдавского историка, наверное, лучшего специалиста в область по теме Молдавия в годы Второй мировой Великой Отечественной войны, Петра Михайловича Шорникова. Здравствуйте, Пётр Михайлович! Здравствуйте! И спасибо вам огромное, что вы так благожелательно приняли наше приглашение. Долг историка! Пётр Михайлович является не просто в Молдавии у нас известным специалистом, он исключительно продуктивный историк по данной тематике. У него несколько монографий и самое главное на двух языках Молдавия в годы Второй мировой войны. Пётр Михайлович, давайте мы начнём с того, всё-таки чем явилась для молдавского народа, для молдаван вот эта война. Потому что наши оппоненты, румынисты утверждают, что для молдавана она не была отечественной, не была великой. И, в общем-то, их насильно мобилизовали в Красную Армию и, в общем-то, чуть ли не из-под палки гнали на войну. Вот, давайте начнём прояснение этого вопроса сегодня. Ну, прежде всего, война была трагедией. Трагедия для всех, независимо от национальной принадлежности. Кроме того, Молдавия оказалась сразу в тылу фронта. Это страшное событие было. Уже в первый день войны, утром, бомбили Кишинёв, Тирас, Польбендер, Рыбницу. Сбрасывали бомбы на случайно попавшиеся сёла. Вот, есть. Видимо, пилоты, не прорвавшись к объектам, которые защищали истребительную авиацию и артиллерию, они просто не хотели возвращаться с запасом и бомбили сёла. Для населения, насколько была неожиданностью эта война, то, что дело не кончится миром, было, в общем-то, понятно. Война бисела в воздухе. И всё-таки, всё-таки это была страшная неожиданность. Кажется, в первый раз в мировой истории под ударом оказались не только вооружённые силы, и даже не столько вооружённые силы, сколько всё население республики. И вот в этой обстановке, это, конечно, было продиктовано какими-то стратегическими соображениями, на территории Молдавии были очень незначительные силы Красной Армии. Общей численностью где-то 40 тысяч штыков. Плюс 5 тысяч пограничников. И вот пограничники первыми вступили в бой. Это были прекрасно обученные, отлично подготовленные, полные боевого духа части. И они оказались стойкой сопротивлением. Известные бои в районе Кагула, знаменитая застава Витчинкина у Леушен, у Стояновки, в Лепканах, Унгенах, Скулянах. Петр Михайлович, это всё-таки регулярные войска. А мы говорим вот о простом населении. Да, для них это, конечно, ужасная трагедия, это понятно. Но после первого шока население каким-то образом реагировало. Реакция была двойной. Во-первых, на территории Молдавии была успешно проведена мобилизация. Общая численность мобилизованных превысила 150 тысяч. Власти целых уездов сообщали, докладывали, что попыток дезертирства, уклонения от мобилизации не было. Это вот отношение народа к войне. И, по-моему, многие были ещё и добровольцами. В общем-то, в Бессарабии тогда не успели провести учёт. Военнообязанных до войны. Это было, конечно, упущение властей. Вот. И все, кого призвали, или почти все, это были добровольцы. Ну и ещё надо отметить, кто же мог, желал уклониться, мог уклониться. Вот в этой неразберихе первых дней войны это можно было сделать. Этого не было. 48 тысяч солдат и офицеров. Кстати, большинство из них, насколько я понимаю, где-то 40 тысяч из них, до этого служили в румынской армии. Они вступили в войска Южного фронта. Были отправлены на фронт. То есть это говорит об отношении всё-таки наших сограждан к этой войне. Да. Они её воспринимали как войну в защиту своей Родины, я правильно понимаю? Именно это отношение было. Это была волна патриотизма. А всего за годы войны, если забегать вперёд уже после освобождения в 1944 году, сколько человек всего было мобилизовано в Красную армию? Не менее 410 тысяч. Это очень высокий процент мобилизации, включая тех жителей молдавской автономии, которые служили до войны в Красной армии. А какая часть из них были добровольцами всё-таки? Ну вот, видимо, вот эти все 150 тысяч надо включить в раздражение добровольцев. Имеете в виду 1941 года? Те, кто были призваны в июне-июле 1941 года. Пётр Михайлович, а сколько людей служило в румынской армии в таком случае? Давайте мы сравним. Немного. 7800 человек. Это люди были призваны до 1940 года, и они не смогли бежать, вернуться на родину в июне 1940 года, когда Бессарабия была воссоединена с Советским Союзом. И для наших телезрителей, сколько человек тогда, в июне 1941 года, дезертировало из румынской армии, бессарабцев, буковинцев? В 1940 году 62 тысячи, более 62 тысячи. Это данные румынского генерального штаба. То есть это тоже говорит об отношении наших людей к румынской и к Красной армии? 62 тысячи – это 5 дивизий. И фактически они дезорганизовали румынские войска, которые находились на территории Бессарабии. То есть я хочу сказать так, молдаване, значит. Ну, я когда говорю молдаване, имею в виду жители этого края. Они не воспринимали Румынию как свою родину все-таки? Они воспринимали как враждебное оккупирующее государство. Когда отходили румынские колонны 28 июня через Кишинев, шли к вокзалу, там, где сейчас памятник Штефану Великому, молодые люди подняли простынь выкрашенную в красный цвет, на проволоке подняли. Там дерево было из окна гостиницы, палас. И вот под этим красным знаменем отступали румынские войска. Они все-таки под пение интернационала уходили, а не божец, храни короля, да? Им было не до песен. И жители Кишинева выдергивали, я не знаю, как они узнавали своих бессарабцев, молдаван, русских, украинцев. Ну, бессарабцев, скажем. Да, он тебе думал, что, бай, ешь, афар. И выдергивали за рука пусть следов. Никто не бросал винтовки, как показано в одном фильме 70-х годов. Это была ошибка. Все с винтовками уходили. Потом они явились, захватили здание Сигуранцы на улице Пушкина. Это 28 июня. 28 июня. 40-го года. То есть это тоже говорит об отношении наших сограждан, наших дедов, прадедов к тем событиям. Я включил в свою книгу эти события, потому что мировая война уже шла в Европе. И эти события нужно рассматривать именно в контексте Второй мировой войны. Но вот когда началась Великая Отечественная война, население проявило точно такое же отношение и к России, СССР, как к своей родине, к своему государству, как к полю деятельности, как к стране, которую надо защищать при любых обстоятельствах. Но еще один показатель, кроме мобилизации, это массовая эвакуация населения. Бегство. Люди сделали свой выбор. Организованно эвакуироваться, сесть в поезда и уехать было практически невозможно. Люди уходили пешком. Но вот уходили, в первую очередь, евреи, скажем, как люди, которых в первую очередь уничтожали фашисты. Или в данном случае вне зависимости от национальности? Евреи уходили. Но подавляющее большинство были не евреи. Молдаване. Молдаване все. Общее число эвакуированных не менее 500 тысяч человек. 500 тысяч. Из 2 миллионов 700 тысяч. Из них где-то 120 тысяч евреев. Из 500. Остальные, извините, никак не евреи. Понятно. Ну и из этих, я хочу пояснить телезрителям, 120 тысяч реально смогли спастись 1040. Потому что остальных по пути эвакуации немцы и румыны догнали. И большинство из них... Да, они устроили резню в нескольких местах. Первый из них это Вадулы и Воды. Насколько я знаю, там памятника нет. Вот туда ворвались сначала части 72-й дивизии немецких войск, вермахт. А затем подошел румынский полк. И они дружно начали убивать огромную толпу, которая скопилась на берегу Днестра. То есть там не выбирали? Какой национальность? Всех до прополой. Отставили кучу трубок. Петр Михайлович, ну вот в этом контексте еще один вопрос. И перейдем к следующему. Вот что касается отношения нашего населения, наших дедов, прадедов к тем событиям. Попали на 2,5-3 года наши люди под румынский контроль, под румынско-немецкую оккупацию. Ведь у румын были возможности мобилизовать свою армию молдаван и немолдаван за 3 года. Вот объясните мне, почему им это не удалось? Или может быть частично удалось? Вы знаете, не надо противника считать дураком. Вот румыны понимали, что бессарабцы воевать против русских не будут. Любые, независимо от национальности. Первую попытку мобилизации они предприняли только после Сталинграда, в марте 43-го года. Когда у них, уважаемые телезрители, оказался гигантский дефицит людской силы. Да, они смогли мобилизовать тогда 11 тысяч человек. Немного. Могли мобилизовать четверть миллиона. Не рискнули. И вот этих молодых людей без оружия построили на главной площади, напротив епископии. В центре Кишинева, имеете в виду? В центре Кишинева. Перед ними должен был пройти военный диктатор Румынии Антоневску. Он вышел из здания епископии, посмотрел на строй и вернулся обратно. Он не рискнул пройти мимо строя безоружных людей. То есть он как бы понял их настроение, что они не румынские воины? Видимо, у него были, кроме, так сказать, дурных предчувствий, еще и сообщения секретной службы информации. Отправлять их на фронт было невозможно. По морально-политическим соображениям, я правильно понимаю? Чисто по политическим. Если посылали там 3-4 десятка бессарабцев пополнения в румынские части, румынские офицеры впадали в панику. В 1943 год, еще до конца войны далеко. Фронт где-то там на Днепре. И вот 40 бессарабцев прибывают в румынский полк, их распределяют по батальонам. Это обычные крестьяне, не политики, даже не учителя. Обыкновенные молдавские парни, бессарабские парни. Даже не парни, там отцы семейств. И вот они без всякого страха разъясняют румынским солдатам, что когда они попадут в плен, русских отправят на уборку урожая. Вот через 5 месяцев русские придут в Румынию и их освободят. Вот после этого полк теряет боеспособность. Целый батальон переходит, сдается в плен. Это по данным румынской контрразведки СИСИ. В районе Херсона. Румыны переходят на позиции русских, а русских нет. Кумаша, как так? Отправляют нескольких бессарабцев на лошадях искать русских. Наконец приезжает политрук, приказывает румынскому майору построить батальон. 400 человек и спрашивает, все ли хотят сдаться в плен. Оказалось, нашлись два уроженца Трансильвании, они не хотят. Ну ладно, приехала полевая кухня, всех накормили. Потом политрук приказал майору написать листовку. То есть не просто сами бессарабцы сдавались в русский плен. Они разлагали румынские части. Ну как можно было такое пополнение отправлять на фронт? Понятно, Петр Михайлович. А вот все-таки еще один вопрос, и последний в этом ряду. Сколько было молдаван-добровольцев в румынской армии? Добровольцев не зафиксировано. То есть ноль, скажем так. Ноль. Значит, в советской армии, в Красной армии, как минимум, несколько десятков тысяч, а возможно, как вы говорите, до 150 тысяч, а в румынской армии ноль. Не было там добровольцев. К моменту Яско-Кишиневской операции, к августу 1944 года, в румынской армии было 28 500 бессарабцев. Очень мало. То есть на фоне 400 тысяч в Красной армии, 28 тысяч в румынской армии. А как они все-таки воевали? Вот не просто все сдавались в плен. Кто-то же, наверное, воевал или никто не хотел воевать? Вы знаете, в истории неизвестен ни один бессарабский герой румынской армии. Сотом масса других, которые инициировали переход на сторону русских. Были несколько случаев, расстреливали. А вот случаи, скажем, в ходе Яско-Кишиневской операции, когда генерал Толбухин принял решение по поводу пленных бессарабцев. Да, в плен тогда попало 112 тысяч военнослужащих румынской армии, солдат и офицеров. Через неделю выяснилось, что 14 тысяч 100 из них – это бессарабцы. Ну, как разобраться? 14 тысяч индивидуально. Вот генерал Толбухин принял соломонное решение – немедленно всех освободить. Распустить по домам? Да, их распустили по домам, а в сентябре, через месяц примерно, их прислали в общем порядке. Но еще 14 тысяч оставались в румынской армии? Да, еще 14 тысяч осталось, но тут произошел казус. Почти все они написали заявление с требованием, не просьбой, с требованием перевести их в Красную армию. Вопрос решал Сталин, ну и тиран не удовлетворил их требованиям, написал резолюцию. Антидемократически поступило? Конечно. Что свои люди нам нужны в румынской армии. То есть резолюция Сталина на информационной записке была? Да, на докладной. Вот сообщение 14 тысяч человек написали заявление. Неизвестные конкретные люди. Другими словами, вот этот пример, который, это, наверное, все хранится в архивах, так, в общем-то, он тоже доказывает то, о чем вы говорили, что в подавляющем своем большинстве молдаване были на стороне именно Красной армии, Советской армии, а не против нее по своему, по своему монастроению. Вы понимаете, это продемонстрировало, скажем так, здравомыслие народа, который знал свои интересы и поступал в соответствии с этими интересами. Но, Петр Михайлович, наверное, и традиция более чем столетнего совместного проживания с русскими тоже имела большое значение? Да, конечно. В отличие от румын, для молдаван, для всех бессернацов, Россия, Советский Союз, это было и государство. Не было вот этого вот отчуждения. Да, большевики, вот это там, были какие-то следствия пропаганды. И не только пропаганды. Процессы 30-х годов, все эти репрессии, все это, конечно, вызывало вопросы. Но вот показатели. Из 1040 священников в 1940 году в Румынию уехали где-то человек 40. Видимо, уроженцы старого короля. Уроженцы Румынии во главе с митрополитом, он тогда еще не был митрополит, Янокеско. И священники румыны уехали. А местные священники, 990 человек, остались в своих приходах, несмотря на все страхи относительно большевиков. А их тронули, НКВД их, под репрессии они попали или нет? Среди этой тысячи священников нашлось около 20 человек. Это бывшие белогвардейцы, участники войны против Красных, в гражданской войне они воевали. Вот. Редактор фашистской газеты Еремей Чекан. Не стали разбираться, что с ним. Руководители легионеров Бессарабии, один человек. Они были священниками, эти люди, да? Они были, у этого было высшее богословское образование. И как с ними поступили? Их репрессировали, расстреляли, в лагерь отправили? Их арестовали, судили, к расстрелу приговорили двоих. Чекана и вот этого, кстати, он уроженец Румынии, зачем он остался, непонятно. Вот. Но он был руководителем легионерской организации в Бессарабии. Глава фашистов и редактор газеты. Вот, кстати, расстреляли их уже после начала войны. Вот. До этого долго тянулось следствие. А вот остальных священников оставили, не тронули, они работали? Или начали закрытие церквей? Закрылось в предвоенный год где-то около 40 церквей. Почему священники оставили свои приходы и занялись другими делами? Уважаемые телезрители, я почему задаю эти вопросы, потому что буквально недавно вышла очередная книга Петра Михайловича, назовите ее. Народное православие в Молдавии. Народное православие в Молдавии, история православия у нас тут в Молдавии. Очень интересная книга, рекомендую ее. Я надеюсь, наши телезрители смогут ознакомиться с ней в любой центральной молдавской библиотеке. Может быть. В библиотеках, конечно, она будет, но тираж незначительный, так что остается рассчитывать на интернет. Да, спасибо. Вы собираетесь ее поместить или уже поместили? Еще не поместила. Еще не поместили. Хорошо. Уважаемые телезрители, я хочу спросить Петра Михайловича от вашего имени следующее. А вот три года, что тут происходило под румынской властью в Молдавии? Каково было отношение разных этносов? Может быть, были люди, которые сотрудничали в массовом порядке, как, скажем, в Западной Украине или где-то в Прибалтике с оккупантами? Или у нас была иная картина? У молдаван нет скелетов в шкафу, как у некоторых прибалтийских республик. Вот. Молдаване не служили в СС. Вот. Румынские власти не посмели сформировать из Молдаван даже взвод. А в полиции, например, в карательных органах тут оккупационных на месте? Жандармерия была укомплектована почти исключительно румынами. Им тоже. Молдаванам не доверяли в этом смысле. Молдаван полицейских почти не было. Вот. И так, в армии они служили весьма незначительно и условно. Вот. В полиции не было. Что еще? Понимаете, население Молдавии и в Бессарабии, и за Днестром эксплуатировали. Причем самыми жестокими методами. Вот. О масштабах эксплуатации говорит то, что смертность была выше рождаемости. Вот. За первые два года оккупации из-за голода и болезней население в Молдавии сократилось на 240 тысяч человек. Вы имеете в виду уже после того, что те полмиллиона эвакуировались? После того, как эвакуировались полмиллиона или были призваны в армию. И после того, как были уничтожены где-то 100 тысяч евреев в концлагерях, просто расстреляны, и 8600 цыган. Это уже, как бы, вы говорите, что собственно православное население в основном крестьяне, да? Подавляющее большинство это были молдаване. Вот более 70% из этих вот четверть миллиона. Что вы сказали, да, четверть миллиона человек. Вот. Ну и в последний год оккупации, с лета 43 по лету 44 года, смертность была, конечно, еще больше. Взрослых мужчин все время использовали на принудительных работах, дорожных, еще каких-то тяжелых, неоплачиваемых. На, наверное, сооружения укреплений? Нет, вы знаете, на этом как раз они не успели. Использовать русские виноваты. Слишком быстро наступали, да? Да. А вот... Надо было сказать, боевоприцевые, руселор. Ну вот не догадались. Можно было остановить русских, если бы договориться о капитуляции Румынии. Ну, на эту тему мы тоже с вами побеседуем. Да. Петр Михайлович, а вот знаменитая операция, о которой вы немало писали, 1111, по-моему, так она называлась? Да. Это единственная операция румынской армии, которая увенчалась полным успехом. Это была операция по ограблению оккупированной территории. Она была начата очень своевременно, осенью 43-го года, вот, сразу после того, как советские войска освободили Киев. Вот. Была разослана директива. План 1111, но оккупационные власти уже по своей инициативе разработали, что куда вывезли. И вывезли более 90% оборудования промышленности. Вот. Вывезли мельницы, маслобойки, все, что было необходимо для существования населения. Да не только технику. В Кишневе вывинчивали ручки дверей металлические, вынули трубы водопровода и канализации. Пригнали пленных, заставили раскапывать и отправили на переплавку. В качестве металлолома вывезли памятник Штефану Великому. Вот интересная история. Как потом его вернули? Это заслуга офицера советской военной миссии в Румынии майора Лазарева, Артема Марковича, будущего академика. Между прочим, для наших телезрителей хочу сказать, что Артем Маркович всю войну прослужил в Красной армии в качестве советского офицера, участник Сталинградской битвы. Он, по-моему, тогда был в чине капитана, если не ошибаюсь. Старший лейтенант. Даже старший лейтенант. Он командовал террористской батареей под Сталинградом. Хорошо командовал. Так вот, с памятником, да. Он рассказал студентам, когда я был студентом, такой случай. Он делам службы выехал на металлургический завод в Решицу в сентябре 1944 года, когда Румыния уже капитулировала. И в куче металлолома увидел руку Штефана. А это он случайно обнаружил, или он все-таки имел какую-то информацию? Совершенно случайно. Нет, сведений не было. Случайно, и с кучей металлолома рука о помощи просила. Именно вот это с крестом. Креста уже не было, был отломан каким-то вандлом. Ну, он вдруг понял, что это такое творение знаменитого скульптора Пламодиала. Он приказал, у него была возможность немедленно достать эту скульптуру и отправить ее в Кишинев. И таким образом она была спасена? Она была спасена, сейчас можно увидеть его, да. Это одна из самых замечательных достопримечательностей Кишинева. Более того, уважаемые телезрители, раз уж Петр Михайлович заговорил об Артеме Марковиче Лазареве, скажу вам, что он не просто знаменитый историк, работы которого актуальны в значительной степени по настоящее время, но он очень много сделал для развития молдавской культуры в целом. И в частности, вот в нашем центральном парке, сегодня имени Штефана Чалмари, аллея классиков, это его идея, и это по его инициативе, и благодаря его усилиям появилась вот эта вот аллея классиков. Петр Михайлович, но давайте мы все-таки подойдем к освобождению Молдавии. Вот если я правильно понимаю, значит, Молдавия была освобождена в ходе нескольких наступательных стратегических операций. Это север и часть центра Уманско-Баташанская, затем в ходе освобождения Одессы Красная Армия вышла к Днестру, были освобождены левобережные районы Молдавии. И последняя, самая знаменитая операция, которая освободила большую часть территории нашей республики, это Яско-Кишиневская. Вот, пожалуйста, несколько слов об освобождении Молдавии, а потом у меня будут еще некоторые вопросы. Советские войска к тому времени, к началу 44-го года, накопили большой опыт. Их вооружение, боеспособность, выучка, они никак не уступали противнику. Я думаю, превосходили. У них были великолепные генералы-офицеры. В 44-м году уже превосходили, конечно. Да, и операцию Уманско-Баташанскую спланировал генерал Конев. Страшная грязь, весна, танки вязнут, машины не идут. Но ему удалось использовать кавалерию и выбить противника с почти половины территории Молдавии. Освободить Одессу. Разумеется, везде не обошлось без крови, особенно в западной Одессе. Террасполь, первая столица молдавской автономии, был освобожден 12 апреля. До этого немцы и румыны успели расстрелять там больше 800 заключенных местной тюрьмы. 260 заключенных в последний момент ночью подняли восстание и подавляющее большинство сумели избежать. А вот в Рыбнице не успели. Там каратели из калмыцкого подразделения СС во главе с неким Немгуровым и румынским майором Балуцци расстреляли прямо в камерах 270 заключенных. А затем тюрьму сожгли. Кто там остался живьем, сгорел? 8 человек спаслись из всех этих, каждый индивидуально. Ну что, в Дубосарах румынский комендант лагеря, там было немного, около 300 человек. Совсем немного. Он понимал, что скоро русские придут в Румынию и решил заручиться, так сказать, шансом на спасение. Заключенных 150 человек, которые могли идти, он вывел из лагеря сам. И тут им навстречу мотоциклисты, подразделение СС, которое постно было уничтожить заключенных. И вот румынский комендант сумел разъяснить, что вот этих заключенных он получил приказ отправить в Румынию. Половину заключенных он спас. Те, кто не мог ходить, остались и... ССовцы их убили. ССовцы их расстреляли прямо там, в бараках. Вот, трагедия за трагедией была. Но были замечательные вещи. В ходе Уманско-Баташанской операции, по-моему, впервые Красная Армия вышла к советским границам на Круту. Да. Вышла к границе, это было большое событие. Конец марта, да? Конец марта туда перебросили сразу пограничный полк, который стоял в 41-м году там, на границе. Вот, все продумали. Вот, кстати, западные Бельц попали под удар советских танков и были разгромлены и карнизон города Бельца, и другие части. Две тысячи немцев попали в плен. Конец Михайлович, а вот давайте к Яско-Кишиневской операции. Все-таки время наше стремительно подходит к концу. Вот об этой операции очень... Почему мы, собственно, говорим? Это крупнейшее военное событие Второй мировой войны. Одной из крупнейших? Нет, крупнейший на территории Молдавии. А, на территории Молдавии, конечно. И вдобавок тут участвовали уроженцы нашей республики. Вот. Его готовили наступление довольно долго. Перебросили 100 тысяч вагонов, оборудования, вооружения, войск и так далее, боеприпасов. Спланировали операцию генералы Толбухин, Малиновский и, скажем так, при кураторстве, тоже уроженца Бессарабии, маршала Тимошенко. Вот. Это было блестяще спланированное и отлично осуществленное операции. Каждый знал свой маневр. Вот. Вот. В.Пикалыч, а каково было соотношение сил? Соотношение сил вполне позволяло противнику держать оборону. Около миллиона немцев и румын и миллион триста тысяч в рядах Красной Армии. Если бы такое соотношение сил было в начале войны, то, конечно, Красная Армия удержала бы эту территорию. Вот. Но у противника нашли слабые места в обороне, произвели концентрацию войск и прорвали фронт уже в первый день наступления. С Кицканского планстарма и из района Яс. Вот. Немцы приняли решение отступить. Не проинформировав об этом румынских союзников. Но румынские союзники проявили инициативу. Вот. Сам Антоневску, не информируя немцев, приказал им отступать. Вот. Генерал Думитрецко, командующий третьей румынской армией, выполнил этот приказ первым и неукоснительно. Сел в машину и сбежал. Вот. Ну, он себя спас? Да. А что случилось с его войсками? Войска проявили благоразумие и большей частью сдались. 112 тысяч. Вот. Остальные бодро бежали. Но немцы, немцы пытались сопротивляться? Вот. Вы понимаете, немцы сдаваться не собирались. Они оказались в окружении. Вот. В районе Леушен, у Прута там, они шли на пролом. На прорыв. Вот. Кстати, командующий немецкими войсками тот тоже вовремя сбежал. Его штаб находился в Камрате. На бронетранспортерах немецкие штабисты бежали и попали под огонь партизан. Пушек у партизан не было. Иначе все кончилось бы для них крайне неприятно. Они прорвались. Но вот было. А все-таки, вот какое количество немецких войск попало в окружение и какова была их судьба? Общая численность немецких войск где-то больше половины, свыше 300 тысяч, попали в окружение. Вот часть из них прорвалась. Вот общее число попавших в плен и убитых в ходе Яско-Кишиневской операции превысило полмиллиона. Дайте в виду и немцев, и румын. И немцев и румын. Немцев больше, кстати. Я нашим телезрителям хочу напомнить, что под Леушенами в окружение попали 16 дивизий, возрожденной Гитлером 6-й армией, которая была уничтожена под Сталинградом. И Гитлер, чтобы воодушевить своих солдат, дал этой армии такое громкое наименование «Армия возмездия». И она второй раз попала под советский удар. Возмездие состоялось. Петр Михайлович, а вот в этом контексте, вот в самом деле, Красная армия наступала очень стремительно, и немцы и румыны просто не успевали бежать. Поэтому наши войска их на всех участках и на всех сегментах постоянно опережали. Но вот в современной румынской историографии есть некоторые историки. И покойный Бузату, один из лидеров националистического крыла румынистской историографии, ныне здравствующий Хлихар, декан исторического факультета Бухарестского университета, утверждают, и некоторые другие историки утверждают, что в принципе, в общем-то, румыны поспешили с капитуляцией, с выходом из войны, надо было еще продолжать сопротивление, организовать сопротивление в области так называемых фахшанских ворот. Я для наших телезрителей поясню, что это 80 километров расстояние по кратчайшему пути между Дунаем и Карпатами. И, в общем-то, надо было все-таки организовать наступление. Вот насколько вот эти вот все нынешние утверждения, они реалистичны? Могли ли румыны в области фахшанских ворот остановить Красную Армию и выторговать лучшие условия для капитуляции? Антоневск успел отдать приказ перебросить на фронт навстречу наступающим войскам Красной Армии 6-я танковая армия генерала Кравченко. Вот, гвардейскую дивизию, Румыния-Мария, Великая Румыния. И вот там произошел бой. 200 танков, новейшие танки, румынские танкисты имели фронтовой опыт. Каждый практически был награжден орденами и медалями. Это те, кто унес ноги из-под Сталинграда. Вот, и что же? Бой продолжался два часа. А затем дивизия перестала существовать. Но кроме этой дивизии у румын в 3-й и 4-й армии была 21 дивизия на момент 20 августа. Это были уже не дивизии, это были толпы бегущих солдат. Вы имеете в виду уже после 20 августа? Да. Толпы бегущих солдат. И я не закончил насчет танковой дивизии. В руки советских войск попали 96 неповрежденных румынских танков. Что это означает? Румынские гвардейцы оставили свои машины и бросили сбежать. Гвардия. Кто мог еще остановить русских? Петр Михайлович, значит, вот то, что говорят некоторые современные румынские историки, как это можно оценить? Это спекуляции. Ну, с моей точки зрения, даже более, я скажу, фантазии, наверное. Фантазии, спекуляции. Вот гадание на тему о том, что было бы, если бы. Петр Михайлович, я, значит, по-моему, в вашей книге «Молдавия в годы войны», у вас там есть специальный раздел «Яско-Кишневская операция», я прочел следующее, что где-то на третий, если мне память не изменяет, или, возможно, на четвертый день после начала операции, по-моему, на 23 августа, из 21 дивизии, которые находились в двух румынских армиях, боеспособность сохранила лишь одна. То есть, отсюда вывод. Данные, они не высосаны, а на основе именно румынских архивных материалов вы их приводите. Так вот, если только одна дивизия оставалась у румынского командования в запасе, боеспособная, как они могли остановить стремительное наступление Красной Армии? Чем? Танковая дивизия, гвардейская. Бросилась бежать, оставила позиции. Кстати, шансов у них не было в любом случае. Я говорю, в любом случае не было. Хорошо. Петр Михайлович, а вот каковы были все-таки последствия гео-стратегические, политические Яско-Кишиневской операции? И в конечном итоге, чем она завершилась? Вы могли бы нашим телезрителям посетить? Ну, во-первых, полмиллиона солдат и офицеров, уничтоженных и взятых в плен. Это само по себе хороший результат. Это крах фронта? Это крах всего южного фланга советско-германского фронта. Вот после этого это имело огромный политический эффект. А советские потери, между прочим? Вот соотношение потерь? Советские войска потеряли 1% личного состава. То есть 13 тысяч, да? 13 тысяч 800 человек. Против полумиллиона? Против полумиллиона противника. Так в таком случае, если я не ошибаюсь, это одна из наиболее эффективных в этом смысле военных операций. Кажется, каково же было соотношение потерь во время Маньчжурской операции против Японии? Там советские войска потеряли 12 тысяч. Таких блестящих результатов, в общем-то, история больше не знает. В ходе Второй мировой войны не было. Никому это не удавалось, ни немцам в начале войны, хотя они воевали, так сказать, триумфально против Польши, Франции, стран Бенелюкса, на Балканах. Нигде ничего подобного не было. Дмитрий Михайлович, значит, не случайно эту Яско-Кишневскую операцию называют Каннами? Яско-Кишневские Каннами, да. Ее изучают в военных академиях до сих пор и, в общем-то, заслужено. Значит, что касается потерь и краха Германского фронта, понятно. А вот в геостратегическом и в геополитическом, в политическом плане? Вы знаете, после этого произошел переворот 23 августа в Бухаресте. Вечером корольница читала заявление по радио. Немцы попытались силой 5 тысяч солдат и офицеров свергнуть короля. Как они расценивали боеспособность румынской армии, понятно. Но подходили русские и румыны, сообщали Винруши по всем каналам. Чем тоже способствует, надо сказать, тому, что немцы ушли. После этого Советский Союз, уникальный случай, объявил войну Болгарии, которая участвовала в оккупации Югославии и Греции вместе с немцами. И вообще на Черном море занимала враждебную позицию по отношению к Советскому Союзу. Ну и, наверное, экономически поддерживала Германию. Да, разумеется. Состоялась беседа у Георгия Димитрова, бывшего главы Коминтерна и руководителя Коммунистической партии Болгарии, со Сталином. Сталин сообщил, мы объявляем войну в Болгарии. Димитров сказал, войны не будет. И действительно, советские войска колоннами, не развертываясь, без стрельбы, вступили через Добруджу в Болгарию, едут-едут, болгарских войск нет. Вступают в город Добрич, и, наконец, увидели болгарские войска, построенные, с оркестрами, они ждут русских. Ну, после этого в Болгарии было... А немцы оказывали на территории Болгарии какое-то сопротивление? Там было 30 тысяч немецких войск, но они понимали, что шансов у них нет, они бежали, оперативно вступали, скажем так. Сели на автомобили и укатили. Вот, правда, им помешали во многих местах болгарские партизаны. Вот, власть Софии, антифашистские силы взяли практически без сопротивления. Болгарский фашистский режим капитулировал. Точнее, его деятели уложили чемоданы и сбежали в Турцию. До Болгарии Красная Армия в результате успешной Яско-Кишиневской операции вступила на территорию Румынии. А как встречали ее простые люди, вот, румыны простые? Странное дело, после трех лет войны против России румыны не ожидали ничего плохого от русских. Вот, разные фантазии насчет того, что вот русские солдаты где-то там перепились, при этом стреляли в бочки с вином. И пили вино, да? Это, да, возмутительно, конечно. Но других злодейств даже румынские историки не припоминают, не разыскали. Да и те были ли. Когда советские войска вступали в Бухарест, толпы жителей с цветами. Но есть кинохроника, в общем. Да, есть кинохроника, есть масса фотографий. В общем, население понимало, русские мстить не будут. Вот, а немцев, они ненавидели, но еще больше, чем немцев, ненавидели союзников немцев, венгров. Вот, и вот против венгров, а затем против немцев, румынские войска выступили весьма решительно. Но это страница истории Румынии. В Транссельвале были... В общем, в воспоминаниях немецких военачальников, которые воевали на южном участке Советско-германского фронта, как Манштейн, а затем Фриснер, командующий войсками группы войск Южная Украина, вот, они подтверждают то, что вы говорите, что румыны относились к русским намного лучше, чем к своим союзникам немцам. И к немцам, и к венграм. Ну, к венграм вообще было, как вы говорите, ненавидели. Кстати, любопытное дело, венгерские фашистские власти произвели среди венгерского населения Транссельвании мобилизацию. Надо сказать, успешную. Вот, им заявили, что надо воевать против румын. Вот, и вот против румын эти венгерские части держались стойко. Но как только прибывает какая-то советская часть... Они сдаются? Нет, не сдаются. Они отступают на задание подготовленной позиции. А, они отступают. Понятно. Петр Михайлович, спасибо вам огромное. К сожалению, время нашей передачи уже истекло. Уважаемые телезрители, от вашего имени я благодарю Петра Михайловича. Надеюсь, что он любезно согласится выступить в нашей передаче еще не один раз. И, может быть, мы вас пригласим на следующей неделе и на молдавском языке поговорим примерно на эту же тему или даже продолжим эту же тематику. А сегодня, уважаемые телезрители, наша передача завершена, подошла к концу. Спасибо вам огромное за внимание, за преданность истории, за любви к своему Отечеству. До новых встреч. Всего вам наилучшего. Субтитры подогнал «Симон»!